все знают что пересветы не убираются но что делать если у тебя материал в одном экземпляре и с этим нужно что-то делать возможно это видео итак залетаем в after effect в нашей секвенции мы выбираем один фрейм который мы будем в дальнейшем работать выводим его в jpeg секвенции открываем все это дело в фотошипе выбираем лассо выделяем объект копируем ctrl g чтобы отзеркалить объект нам нужно нажать ctrl t минус 100 стену я выравниваю на основе линии которая заранее создал по проекции правой стороны стены чтобы левой стороны стены было также ровно остальные стороны стены таким же способом копируем и вставляем я в своем случае создавал из многих маленьких деталей пол таким способом выделяем вас и копируем вставляем потолок и нарисовал с помощью пера все слои скины я объединил в один с помощью комбинации control е сохраняем все это в формате psd заходим в after effect добавляем наш psd файл видим что все слои у нас сохранены по отдельности это хорошо далее делаем трек камеры создаем 0 объект позиции 0 объекта Копируем вставляем наши слои, делаем их трехмерные, выставляем их в пространстве. Также отдельные участки стены, которые меня не устраивают по свету и теням, я корректирую с помощью Adjuster Layer, накидываю на него эффект Illumetric Color и, крутя настроечками, вывожу на что-то более сносное. И, конечно же, завершающий блок, это подсветка, которую мы будем сейчас рисовать с помощью эффекта Deep Glow. Можете поговорить о настройках и выставить те, которые вам больше всего подходят. В моем случае я оставляю то, как есть. И для пущей реалистичности я решил добавить Drop Shadow, то есть тени. Так, мне кажется, смотрится более реалистично. Создаем точно такую же подсветку, только теперь в центре, с теми же эффектами. Объекты, которые должны быть впереди этой подсветки, также мы выделяем и выносим на передний план. В моем случае это картина. Я решил заанимировать подсветку в центре, поэтому мы создаем маску в центре и просто оставим ключи в начале и в конце, и получается анимация. Также я заметил, что меня не совсем устраивает свет и тени, поэтому я таким же способом, как и ранее, с помощью Adjuster Layer и Illumetric Color, подтягиваюсь свет и тени. Ну и, конечно же, ротоскопинг, который нам остался. Когда готовы протоскопинг, я могу добавить немножко графики за Эндио. Добавляю на них также Deep Glow, и все, наша работа готова. По факту мы с вами убрали пересвет с помощью клиннапа. Если вы знаете еще какие-то способы, как убрать пересвет, пишите в комментариях под этим видео. Опа! Одну волну сделал, да, тоже? Да! Опа!